Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 8 января 2019 года. Продолжаю начитывать книгу. Она называется «Золотые руки» Бен Карсон. Глава 8. Выбор колледжа. Уставившись на 10-долларовую бумажку, лежащую передо мной, я напряженно перебирал варианты. У меня была только одна попытка, и потому я хотел сделать правильный выбор. Я долго обдумывал ситуацию, анализировал ее во всех отношениях, молился Богу, прося его помощи. А теперь пришло время принять одно единственное решение. Ирония ситуации, с которой я столкнулся осенью 1968 года, заключалась в том, что большинство лучших учебных заведений страны приглашало меня учиться, однако в любой из колледжей вместе с заявлением о приеме необходимо было посылать 10-долларовый вступительный взнос. 10 долларов у меня были, но больше не цента. Теперь я понимаю, конечно, что мог занять деньги и послать несколько заявлений. Возможно, если бы я поговорил с представителями разных колледжей, меня освободили бы от платы. Но мама так долго внушала нам, что мы обязаны надеяться только на самих себя, что я не хотел начинать с одолжений. В то время Мичиганский университет, престижный, входящий в первый десяток как по качеству учебы, так и по спортивным достижениям, активно набирал студентов-негров. Еще Мичиганский университет освобождал от платы неимущих студентов, проживавших в этом штате. Однако мне хотелось попробовать поступить в самое лучшее учебное заведение. Трудно выбирать, зная, что можешь пойти в любой, какой захочешь. Я закончил учебу третьим по успеваемости в классе. У меня были отличные показатели тестов. Да к тому же большинство лучших колледжей стремились принимать черных студентов. После колледжа со специализацией по медицине и по психологии я мог бы поступить в медицинский вуз и стать врачом. Я долго злился на себя за то, что окончил школу только третьим в классе. Это слабое место в моем характере, но тут уж я ничего не мог поделать. Я не стремился быть первым во всем, но обязан был быть номером один хоть в чем-то. Если не было другого способа доказать, что я на высоте, я должен был быть первым в классе. Обдумывая, какой выбрать колледж, я решил впредь подобное не повториться. Отныне я буду самым лучшим студентом, каким только вообще можно стать в моем случае. Пролетело несколько недель, а я все решал, куда послать заявление. Только к концу весны я ограничил выбор Гарвардом и Елем. Выбрать между этими двумя оказалось труднее всего. В конце концов, все решила, как ни странно, телевизионная программа. Однажды в воскресенье вечером я стал свидетелем того, как на кубке колледжей студенты из Еля наголову разбили студентов из Гаварда с фантастическим счетом вроде 510 на 35. Эта игра помогла мне принять решение. Я хочу поступить в Ель. Меньше чем за месяц, осенью 1969 года, я не только был принят в Ель, но и освобожден от 90% платы за учебу. Я должен был быть в восторге от таких новостей и действительно обрадовался, но совершенно не удивился. Я принял случившееся спокойно и даже немного самонадеянно. Помню обо всех своих успехах в высоких школьных отметках и результатах тестов, благодаря которым мне было доступно любое учебное заведение, а также не забывал о длинном списке моих достижений в спор. Условия жизни в студенческом городке были замечательные. Студенты жили роскошно. Помещение состоялось гостиной с камином и встроенными книжными шкафами. Из этой комнаты можно было пройти в спальне. В каждом таком блоке жили двое, трое или четверо студентов. У меня была собственная комната. Я шагал по университетскому городку, разглядывая высокие в готическом стиле здания, покрытые плющем стены и воображал, что взял это место штурмом. А почему бы и нет? Ведь у меня были необыкновенные способности. Не прошло и недели, как я обнаружил, что не особенно и способный. Все студенты были способными. Многие были очень одаренными и подавали большие надежды. И Ель стала для меня прекрасной школой смирения, потому что теперь я работал, учился и жил среди десятков талантливых студентов и отнюдь не был первым среди них. Однажды я обедал с несколькими однокурсниками, обсуждавшими результаты тестов. Один из них сказал, я набрал в целом по тесту чуть больше полторы тысячи баллов. Не так уж плохо, одобрил другой. Не слишком много, но неплохо. А ты сколько получил? Спросил его первый. То ли 1540, то ли 1550 в целом. Не помню точно, сколько именно было за математику. Этим ребятам казалось совершенно естественно получить почти 100%. Я молчал, понимая, что мои результаты ниже, чем у других. Тогда я в первый раз задумался, что не такой уж я способный, как считал раньше. И этот случай немного сбил с меня спесь. Однако я не слишком испугался, поскольку верил, что легко выйду вперед. Надо делать то же самое, что в юго-западной школе. Все время старательно заниматься. Тогда я стану первым по оценкам. Однако я быстро убедился, что учиться в Еле трудно. Занятия не похожи на школьные. Преподаватели требовали, чтобы мы готовились к лекциям. И эти знания являлись основной лекционных занятий. Основой. Такой метод был для меня вновь. В школе я скользил от семестра к семестру, уча только то, что хотел. Я умел быстро готовиться к экзаменам. И последние несколько дней перед ними зубрил, как сумасшедший. Так было принято в юго-западной школе. То, что в Еле этот метод не проходит, оказалось для меня полной неожиданностью. С каждым днем я все больше и больше отставал, особенно по химии. Сам не знаю почему, но я не старался нагнать. Я придумал десятки оправданий, но это не меняло дело. В конце концов, на занятия по химии я уже ничего не понимал. Так продолжалось до конца первого семестра, когда экзамен был уже совсем близко. За день до него я бродил по университетскому городку, совершенно больной от страха. Я больше не мог закрывать глаза на происходящее. Я провалюсь по химии на первом курсе. И это будет ужасный провал. Я еле волочил ноги по ковру золотых листьев, устилавших широкие дорожки. Пятна света плясали на покрытых плющем стенах. Казалось, красота осеннего дня насмехается надо мной. Я оказался полным банкротом. У меня не осталось ни малейшей надежды сдать химию, потому что я абсолютно ничего не учил. Будущее исчезло. Способный паренек из Детройда с ужасом осознал, что ему грозит, провалившись по химии, в медицинском колледже не останешься. Я находился в таком отчаянии, что невольно вспомнил все, случившееся со мной в пятом классе. Эй, чучело, сегодня ответишь правильно? Годы прошли, но я все еще как будто слышал насмешливые голоса. Что я делал в Еле? Это был законный вопрос, отчего нельзя было просто так отмахнуться. Что я о себе думаю? Глупый черномазый, бедняк из Детройда, не имеющий никакого права лезть в Ель и учиться вместе с умными, богатыми студентами. Я подобрал камень и швырнул его в побуревшую траву. Перестань, скомандовал я себе, от этого легче не станет. Я начал вспоминать, как учителя говорили мне, что я способный, что имею все шансы преуспеть. Как ни мрачно было у меня на душе, я снова слышал мамины слова. «Бенни, ты можешь это сделать. Ты можешь, сынок, сделать все, что захочешь. И сделать это лучше всех. Я верю в тебя». Я повернулся и пошел между высокими старыми зданиями к жилому корпусу. Нужно заниматься и перестать думать о провале. «Еще есть шанс проскочить. Чего не бывает». Я глядел на падающие листья, четко вырисовавшиеся на фоне розоватого осеннего заката. Сомнения все же не оставляли меня. В конце концов я обратился с молитвой к Богу. Я нуждаюсь в помощи. Всего, чего я хочу, это стать врачом. А теперь, наверное, мне это не удастся. Я так старался, думал только о медицине. Считал, что это мой путь. Если я провалюсь по химии, мне придется заняться чем-нибудь другим. Пожалуйста, помоги мне понять, что делать. Вернувшись в комнату, я бросился на постель. Смеркалась рана. Комната была погружена во тьму. Тихие звуки наполняли ее. Шум машин, голоса студентов в парке под окном. Шелест деревьев на ветру. Я сел, спрятав голову в ладони. Все, провалюсь. Слишком поздно, уже ничего не поделаешь. Я встал, зажег настольную лампу и, шагая по комнате, разговаривал сам с собой. Предположим, провалюсь. Значит, не смогу быть врачом. Что же тогда делать? Я не мог думать ни о какой другой профессии и хотел быть только врачом. Я вспомнил, что мне предлагали стипендию в Вестпойнте. Может, стать учителем? Бизнесменом? Меня все это не интересовало. Ум мой устремился к Богу. Отчаянная попытка упросить Его прильнуть к Нему. Помоги мне понять, что делать. Или соверши чудо и позволь мне сдать экзамен. В этот момент я вдруг почувствовал на душе покой. У меня не было ответа. Бог не прорвался сквозь завесу моей депрессии, чтобы высветить передо мной грядущую картину. Однако теперь я знал, что бы ни случилось, все будет хорошо. В этой, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации засияла единственная крошечная вспышка надежды. Несмотря на то, что с первой же недели в Ели я стал по химии последним, у преподавателя было правило, которое могло меня спасти. Если плохой студент хорошо сдавал экзамен, преподаватель засчитывал ему большинство семестровых работ и ставил высокую суммарную оценку. Такой подход давал мне единственную возможность справиться с химией. Было около 10 часов вечера. Я чувствовал усталость и понимал, что за ночь много чудес мне не сотворить. «Бенни, нужно попытаться», – громко сказал я вслух. «Ты должен сделать все, что можешь». Следующие два часа я продирался сквозь толстый учебник химии, запоминая формулы и уравнения реакций, которые, как я думал, могли мне пригодиться. «Если бы не кончился экзамен, сейчас нужно сделать максимум возможного». Я провалюсь, но буду чешать себя тем, что провалился с блеском. Царапая на бумаге формулы, я старался запомнить то, чего не понимал, прекрасно осознавая, почему провалюсь. Курс не был особенно трудным. Причина крылась в чем-то более глубоком. Несмотря на прекрасные школьные оценки, я так и не научился учиться. В школе я пользовался одним и тем же старым методом. Весь семестр транжирил время, а затем зубрил перед экзаменами. Полночь. Строки расплываются перед глазами. Мозг отказывается воспринимать новую информацию. Я юркнул в постель и прошептал в темноте. «Господи, прости меня. Прости меня, пожалуйста, за то, что изменил тебе и за то, что изменил самому себе». И тут же заснул. Ночью я увидел странный сон. А когда проснулся утром, воспоминание о нем осталось таким живым, будто все происходило наяву. Во сне я один сидел в химической аудитории. Дверь открылась. Вошла туманная фигура. Остановилась у доски и начала решать химические уравнения. Я стал записывать все, что было на доске. Проснувшись, я помнил большинство уравнений и торопливо переписал их, пока они не исчезли из памяти. Некоторые решения действительно забылись, но, вспомнив сами уравнения, я восстановлю их по учебнику. Я достаточно разбирался в психологии, шел понять, что пытался выучить во время сна то, что не успел наяву. Я оделся, позавтракал и с полным смирением отправился в химическую аудиторию. Я не был уверен, достаточно ли я знаю, чтобы сдать экзамен, но как будто оцепенел от зубрежки и отчаяния. Помещение было высоким. Каждый студент сидел за отдельным деревянным столом с откидным сидением. Аудитория вмещала тысячу человек. В ней стоял также большой стол с раковиной и кафельным покрытием для демонстрации химических опытов. Мои шаги гулко отдавались по деревянному полу. Вошел преподаватель и без долгих разговоров начал раздавать билеты экзаменационными вопросами. Я следил за ним глазами. Ему нужно было раздать билеты 600 студентам. Ожидая своей очереди, я разглядывал, как солнечный зайчик путешествует по маленьким квадратикам стекол в стрельчатом окне на противоположной стене. Утро было слишком прекрасным, чтобы провалиться на экзамене. Наконец, с замиранием сердца, я раскрыл билет и прочел первый вопрос. В это мгновение я услышал мелодию за ставку телепередачи между сном и явью. Действительно, я почувствовал, что вступил в неведомую страну, где сбываются мечты. Я торопливо пробежал глазами билет и беззвучно размеялся. Так он и есть. Вопросы те самые, что в моем сне писала туманная фигура. На первой странице я мог решить все. Лакомый кусочек мне достался. Бормотал я, записывая ответы. Первая страница кончилась. Я перевернул листок. Следующее уравнение снова оказалось из тех, что были во сне написаны на доске. Мне с трудом верилось, что я не сплю. Обдумывать, что происходит, было некогда. Я находился в необычайно возбужденном состоянии и работал так быстро, словно боялся что-нибудь внезапно забыть. Оставалась одна задача. Решить, которую мне не удавалось, потому что она оказалась самой последней задачей, увиденной во сне почти перед пробуждением. Но это было не так важно. Я знал, что в целом экзамен я выдержал. Господи, ты явил чудо, сказал я, выходя из аудитории. Обещаю, что больше никогда не поставлю тебя в такую ситуацию. Целый час я гулял по городку. Настолько счастливый, что хотел побыть один, чтобы разобраться в случившемся. Никогда раньше я не видел таких снов. Ни с кем, кого я знаю, такого не случалось. Это противоречило всему, что говорит о снах психологии. Возможно, только одно объяснение. Существовал один-единственный ответ. По какой-то причине Господь Вселенной, Бог, который своими руками творил галактики, счел нужным посетить студенческое общежитие на планете Земля и послать сон оробевшему мальчику из трущоб, мечтавшему стать врачом. Уверен, так все и было. Я чувствовал себя маленьким и незаметным, но потом громко рассмеялся, вспомнив, вспомнив Библию, сохранившую историю о подобных, хотя нечасто встречающих событиях, когда Бог дает людям непосредственный ответ или указание. Бог также поступил со мной в 20 веке. Несмотря на мое падение, Бог простил меня и вытащил из ужасной ситуации. Теперь ясно. Ты хочешь, чтобы я стал врачом, обратился я к нему. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы достичь этого. Я научусь учиться. Обещаю, что впредь никогда не буду так плохо вести себя по отношению к тебе. За 4 года в Виелле со мной случалось, конечно, всякое, но никогда не было такого, чтобы я не подготовился к занятиям. Я научился учиться и решил достигать более глубокого овладения материалом, чем просто изучение тех вопросов, которым преподаватель застегает студентов врасплох. Я поставил себе цель разобраться во всем подробно. В химии, например, я хотел знать не только ответы, но и то, как они получены. Этот же принцип я старался применять ко всем предметам. После того случая я уже не сомневался, что стану врачом. У меня возникло чувство, что Бог не просто хочет, чтобы я стал терапевтом, но имеет относительно меня какие-то особые планы. Не знаю, всегда ли окружающие понимали, что я имею в виду, но у меня была внутренняя уверенность в том, что я на правильном пути, на том пути, который выбрал для меня Бог. Меня ожидали значительные события, и я должен был приготовить себя к ним. Когда выставляли окончательные оценки по химии, Бенджамин Карсон получил 97 баллов, больше всех в группе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Леониде.